Здравствуйте, я декам факультета инженерных систем и пожарной безопасности. Меня зовут Галина Борисовна. На нашем факультете реализуется направление строительства, которое делится на два профиля. Профиль тепло-газоснабжения вентиляции и подснабжение водоотведения. Направление строительства это бакалуриат, на котором учатся 4 года научной форме обучения и почти 5 лет на заочной форме обучения. Независимо, какой профиль вы выберете, в вашем дипломе по окончании вуза будет прописано, что вы бакалавр по направлению строительства. Что это значит? Вы можете работать не только с инженерными системами, но и в области строительства. Современные крупные города имеют тенденцию к расширению и все более оснащаются инженерными системами жизнеобеспечения с коммунальными сооружениями различного профиля. Это тепловые, газовые, водопроводные, канализационные сети, без которых немыслима жизнь в современном городе. Возрастающие темпы и объемы строительства вызвали дефицит специалистов в области водоснабжения, водоотведения и тепло-газоснабжения и вентиляции. Данные профили входят в тройку самых востребованных строительных специальностей по общероссийскому рейтингу. Чтобы проектировать, эксплуатировать, заниматься наладкой систем инженерного оборудования, требуют подготовки высококвалицированных кадров. Мы вас научим проектировать системы теплоснабжения, газоснабжения, отоплений, вентиляции, кондиционирования воздуха. Использовать нетрадиционные источники энергии, то есть энергии солнца, энергии ветра, тепло, грунта на глубине. Также мы научим не только проектировать, но и заниматься научной работой сферы теплоснабжения и вентиляции, эксплуатировать инженерное оборудование, но и строить. По профилю водоснабжения и водоотведения здесь мы вас научим проектировать систему водоснабжения, которая включает в себя водозаборные сооружения, водопроводные очистные сооружения, разрабатывать технологии очистки воды для населенных пунктов, для промышленных предприятий, для сельскохозяйственных нужд. Также насосные станции первого и второго подъема, наружные сети водоснабжения, внутренние сети водоснабжения, Также проектировать системы водоотведения. Это наружные сети водоотведения, хозяйственные бытовые, ливневую канализацию, канализационно-насосные станции, канализационно-очистные сооружения. Разрабатывать технологии очистки источных вод и обработку осадка. Также по данным профилям мы научим принимать участие в проектировании нового строительного участка или введенного в эксплуатацию. Определять расчетные расходы воды, газа, тепла. Мы научим много большим навыкам, которые применяются в строительстве, при проектировании, при эксплуатации. Также в строительных организациях, проектных организациях, крупных предприятиях, таких как Лукойл, Газпром, коммунальном хозяйстве, жилищном и коммунальном хозяйстве любого населенного пункта. Помимо этого, наши студенты могут работать как и строителями, сметчиками, заниматься экспертизой в области инженерного оборудования, менеджерами по продаже оборудования в области теплогоснабжения, вентиляции или водоснабжения, водоотведения, госслужащим, инженерным-проектировщикам энергетики в конкурсах по специальностям и занимают праздовые места. Также активно участвуют в культурно-массовых мероприятиях, хорошо поют, танцуют, участвуют в импровизации, любят КВН. Вот так, например, ребята, которые закончили специальность в водоснабжении в этот день, трудоустроились в Газпром при открытии новых очистных сооружений и занимаются своим любимым делом, играют в КВН. Также выпускник теплогоснабжения и вентиляции, он закончил наш вуз и уехал в Санкт-Петербург, является комментатором своей любимой команды «Зенит». Поэтому, ребята, у нас не только учатся, но и еще активно развиваются в области культуры. Поэтому приходите к нам, мы всегда рады видеть вас, и двери нашего факультета всегда открыты для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!